Продолжение следует... Я индивидуальный предприниматель по версии одной из налоговых инспекций Российской Федерации. Я руководитель одного из филиалов финансовой группы «Легион» и руководителя отдела информации и маркетинга консалтинговой фирмы «Легион», под эгидой которой проводится сегодняшний брифинг. И вот какая основная тема. Так ставлю запись, потому что была просьба, мне акцентировали на этом внимание. Есть такая функция в нашей комнате. Интернет – это такой огромный ресурс мировой, в котором можно выкладывать всю информацию, которую кто хочет выложить. И вот бывает такая информация, ну, которую просто негде ставить пробы. И поэтому сегодняшний брифинг собран для того, чтобы послушать аргументы. Созданы те, которые прозвучат из уст основателей и руководителей движения, которое называется «Финансовая группа «Легион». Созданы движения, деньги идут и в прямом, и в обратном направлении, и вполне, я бы сказал, это скромно сказано, исправно. Платежи как в прямом, так и в обратном направлении происходят очень даже и очень, ну, просто прекрасно. Последнее время просто обладаешь какой-то ценностью, сотрудничая с «Легионом». Поэтому, возможно, будет какой-то обзор всех этих псевдоспециалистов, псевдоконсультантов, псевдофинансовых знатоков, которые в многочисленном количестве привлекают к себе внимание в интернете этой негативной информацией о том прекрасном предложении, которое вынес на рынок «Легион» уже около года назад. Скоро будет годовщина «Легиона» в одном из городов Черноморского побережья в Кавказе, в городе Анапе, будет проходить это мероприятие, на которое приглашаются все партнеры «Легиона». Так что там тоже прозвучит очень много новостей. Ну, а пока представляю человека, к сожалению, сегодня он один, Евгений Марков, под брендом в нашем списке контактов, под брендом «Легиона», это такой вот наш значок финансовой группы, находится Евгений Марков. Я передаю микрофон Евгению. Ну, а вы, уважаемые дамы и господа, задавайте вопросы, потому что я предупреждал в своем анонсе, в видеоанонсе, готовьте заранее, чтобы не писать, не набирать тексты, просто копировать из своего файла, в котором вы все вопросы запомнили, и вставлять. Итак, поскольку реакция в чате есть, звук нормальный, Евгений Владимирович, и я вас представил, пожалуйста, микрофон. Борис, как меня слышно вообще вам? Комната у нас новая для конференции. Отличный звук. Входим в ней, да, всего второй раз, поэтому вроде как она вообще не нравится. Борис, нормальный отзыв, да, людей? Да. Да, отлично. Хорошо слышно, отзываются все тоже плюсиками. Пожалуйста, проведите тогда интервью по всем правилам, да, и спросите, действительно, вы как руководитель еще одного из офисов, наверняка все эти злободневные вопросы знаете. То, что о нас говорят, то, что о нас пишут, любители сенсаций, жареного, паленого и так далее. Вот, от себя что хочу сказать. А, хорошо. Вот, практически. Борис, у нас задержка идет небольшая, что ли, да, со звуком? Да, 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 я буду аккуратно это делать, все. Хорошо, просто я немножко не понял. Замечательно. С чего начнем? С того, что, как уже говорил, год пролетел незаметно. На самом деле, финансовая группа Legion, пусть и не в таком названии, она работала не с сентября, как мы официально позиционировались в интернете, да, но немножко пораньше. Поэтому год, фактически, уже пролетел. На самом деле, наши работы, потому что в свое время была предпрограмма для узкого круга инвесторов, так скажем, да. В этой программе мы отлично отработали, показали людям эти возможности, они с удовольствием как бы присоединились, начали развивать нашу команду, наше предложение. Как-то... Так, что-то со звуком. Как слышно меня, уважаемые дамы и господа? Меня слышно? Сейчас Евгений перезайдет, наверное, будет все в порядке. Так, ну меня слышно, я вижу. Ага, все, Евгений. Прошу прощения, видимо, иногда накладочки бывают. Так, остановлюсь. Вот Борис очень хорошо уже сказал по поводу того, что много всего было очень веселого, интересного, да, прибыльного, доходного. Были и свои проблемы, которые мы успешно, благодаря в том числе и нашему руководителю, поддержке нашего руководительского состава, хорошей работе, мы преодолели играючи, можно сказать, да. То есть, отладили свою работу с банками, в принципе, работаем как песню поем сейчас на данный момент. Мало какой проект в интернете, хоть я не позиционирую нашу компанию как проект. То есть, это просто компания, которая имеет возможность сейчас продвигать себя в интернете. Никакой это не проект, так скажем, да. И основное, что мы сделали, я считаю, это очень важный момент, выделю их в двух словах. Это первое, что мы сделали процесс инвестирования максимально доступным до большого количества граждан. Потому что самая большая ошибка инвесторов, а вообще аналитиков, которые часто дают нам оценку, в том, что они путают принцип работы легиона консалтинговой, фирмы легионной и других компаний, входящих в консорциум. То, что мы работаем в частном инвестировании, в частном трейде, ничего общего это не имеет ни с Форексом, ни с фондовым рынком, абсолютно. И люди всегда пытаются вот эти вещи сравнивать, что на самом деле не сравнимо абсолютно. Так вот, из-за того, что наш принцип работы совсем отличается, мы смогли сделать этот процесс максимально простым. Почему у нас от любого пенсионера до человека, который может даже с компьютером не умеет обращаться, он спокойно может прийти и инвестировать в легион. Потому что это очень просто на самом деле. Мы ушли от платежных систем электронных, что тоже вносит определенный... Ушли от платежных систем, от всевозможных перфект мани, потому что это не в наших интересах, это не наши принципы работы. Мы не работаем в офшорах, мы работаем абсолютно по белому, через банк. Соответственно, банковское обслуживание производится крупнейшими российскими банками. Это ВТБ-24 и это Сбербанк. Собственно, чье признание и работа с нами говорит о полной легальности компании. Потому что службы безопасности таких банков, они заботятся о своих банках. И представляете, какая пирамида или какой-то хайп по-настоящему серьезно мог сотрудничать с такими банками. В принципе, это невозможно. Тем более банки, прежде чем работали с нами, запросили у нас все документы по нашей работе. Документы были официально проверены, и мы получили добро на сотрудничество. Далее. Международную деятельность, как уже говорил, мы не ведем в офшорах. То есть мы работаем полностью с топовыми банками в Евросоюзе. У нас нет ни одного офшорного счета. Один из немаловажных моментов – это то, что один из активов компании, это месторождение Яшма, который является одним из крупнейших в России, имеет официальную оценочную стоимость свыше 1,7 миллиарда рублей. Представляете, какая это сумма? Вот это актив компании. Один из активов компании. Оценка производилась в независимой компании, которую вы можете посмотреть. В принципе, очень длинный документ, поэтому я, наверное, не рискну его выложить сюда. А Борис может, кстати, наверное, сейчас нам показать документ о праве собственности на это месторождение. Яшма, наверное, вы знаете, это минерал, полудрагоценный камень. Очень часто применяется в отделочных работах. Ну и много что из него можно красиво сделать. То есть в интернете информации об этом очень много. Вот те документы, это внутренние документы компании, но тем не менее мы не боимся их показывать. Смотрите, пожалуйста, то есть все легально, официально, можете записать кадастровый номер и это все проверить. Ну и еще одно достижение, считая наше, в том, что мы сделали возможность заработка в компании не только с инвестициями, но и сделать карьеру, да, делать карьеру нашей компании тоже очень интересно и очень прибыльно. И очень просто, я считаю, да. Все люди, у которых есть талант к этому, у которых есть способности, они очень быстро идут по карьерной лестнице, становятся агентами, менеджерами, дали руководителями офиса. Кстати, вот за последнюю неделю, буквально две недели, у нас появилось нового, четыре офиса в регионах. С чем, собственно говоря, если руководители здесь находятся, я их и поздравляю. Так, дальше. Немножко об истории легиона, как создавался легион, наверное, все уже много об этом знают, но еще раз в двух словах скажу, да. Основатель легиона, этого консорциума, это Евгений Марков, я, и Александр Алексеевич Некрасов, который сегодня, к сожалению, у него самолет, он не успел с нами здесь побыть. Человек-профессиональный юрист, который, я думаю, что вам было очень интересно поговорить с ним, но мы отдельно сделаем вебинар, думаю, с его участием. Да, Евгений. На вашем экране свидетельство о государственной регистрации права месторождения в Челябинской области, указаны его координаты, все возможные номера, регистрационные, реестровые, и подчеркиваю, что стоимость этого месторождения, пока вот Евгений заходит, стоимость этого месторождения, есть рыночная стоимость, есть стоимость ликвидационная, то есть 1 миллиард 200 тысяч рублей, это ликвидационная стоимость и рыночная полтора миллиарда рублей. Так, вошел Евгений, да, Евгений, как? Да, все правильно, Борис, еще добавлю, просто, что месторождение, ну, Борис может озвучить, потом цифры поточнее, да, оно очень большое, одно из крупнейших в России, и разрабатывая это месторождение, собственно говоря, можно добиться очень нового, да, не говоря уж про то, что дать рабочие места людям новые, и много сейчас уже контактов, даже на это, как из Европы, из Китая уже сейчас есть по разработке Яшма. То есть, в принципе, это очень хороший бизнес, очень доходный бизнес, даже если бы у нас не было того, чем мы напрямую занимаемся сейчас, в данный момент, а это программа частного размещения. Так вот, про основателей, мы, отцы-основатели, как нас любят всяких там называть обзорах интересных, как-то очень громко и не очень приятно, честно говоря, потому что, ну, мы бизнесмены с Александром Алексеевичем, да, и нам всегда интересовал в первую очередь бизнес. Посмотрев, какое количество людей в интернете объединяет пирамиды, да, все началось, помните, наверное, МММ, печальная история, очень трагичная, но тем не менее, очень интересный вывод мы сделали из этого, да, что в интернете может быть объединено большое сообщество людей с целью инвестирования, да, если это сделать все правильно, по уму, соответственно, из этого можно извлечь выгоду всем, нам, как организаторам, инвесторам, как получателям конечной прибыли. Собственно говоря, мы и решили с Александром Алексеевичем зайти на эту поляну, в которой, наверное, в большинстве своем безраздельно властвовали вот эти проекты, да, хайпы, пирамиды, ну, наверное, весьма все наслышаны об этом, поэтому долго разговаривать не буду. Но вот один все-таки момент, да, наверное, положительный в этом был, то, что мы увидели, каким образом проект может объединить очень, очень большие сообщества и каких финансовых результатов можно добиться. ну, вот зайдя на эту поляну, мы попали под удар, потому что, конечно же, сразу нас начали сравнивать с этими проектами, искать нас червоточины и так далее, и тому подобное. И в первый раз я увидел вот такие вот злонамерения, как бы, когда наш показатель репутации, наверное, все знаете, да, вот правильно, наверное, называется такой кружочек в сайтах приложениях, или как в расширениях, если правильно называется, они, да, по-моему, он начал гореть не зеленым, да, который говорил о надежности сайта, сначала начал гореть желтым, а потом загорелся красным. И зайдя в описание, что же там произошло, то есть я увидел кучу отзывов о том, что это очередной хайп, что это логотрон, это полный развод и так далее. Причем, активно очень этим занимаются определенная группа людей, там их буквально несколько в интернете, но вот они упорно просто исследуют сайты, исследуют компании, и практически все они тут же краснеют. Так, ну, вот сейчас давайте начнем с одного из лидеров, так скажем, охоты на ведьм, на легион, хотя, честно скажу, мне вообще наплевать, честно говоря, что про нас говорят, потому что это очень дешево выглядит, потому что бегать за хайпами и пирамидами, реально осознавая, что это они есть, и их не спровергать, их разоблачать, но это глупо, потому что и так очевидно, что это хайп и пирамиды. Понимаете, здесь вот сенсаций каких-то не получается, тем более приравнивать проекты, про которые ничего не знаешь, документов, которых ты никогда не видел вживую, когда ты не приехал к руководству в компанию, пришел в офис лично, поговорил, обсудил все вопросы, задал вопросы свои, но делать какие-то выводы, это очень глупо, мне кажется. давайте просто пробежимся, я реально сейчас дам ссылочку, можете зайти посмотреть, Борис, у нас возможно ссылки, сейчас давайте, а вот получается, отлично, поймите правильно, здесь не будет никаких сенсационных, там сенсационных разоблачений, там еще что-то такого, ну просто, ну неприятно, когда к твоему детищу так относятся, хотя честно говоря, мне не важно мнение этих людей абсолютно, они не являются авторитетами для меня и для многих, но тем не менее, вот я дал ссылочку, это один из таких борцов, мистер Белл, против него свой форум, и соответственно, разбираются все проекты, наверное, какая-то польза от этого есть, но в нашем случае, я скажу вам, что все-таки это вред, почему я так говорю, потому что эти охотники за ведьмами воруют ваши благосостояния, то есть люди, которые воспринимают информацию правильно без искажений, они ее правильно воспринимают, соответственно, почему нет, они не могут пройти мимо такого хорошего предложения, которое делает легионов, как Борис уже говорил, инвестируют с умом и собственно говоря, мы уже больше года доказываем всем своим существованием, что мы не какой-то одноразовый проект, однодневный и так далее. Собственно говоря, они воруют ваше благосостояние, не давая вам просто правильно воспринимать информацию, собственно говоря, не дает вам построить карьеру, для кого это важно, то есть в легионе в принципе это очень хорошо делается. Но давайте вот по тезисам прям разберем, очень интересно, думаю, смешно. Прямым текстом пишется, смотрите, так как о самой компании все собственно сказано, хайп он и в Африке хайп, как бы его не маскировали. Ну вот примерно так, то есть это мнение и сразу причем, без, опять же повторюсь, каких-то доказательств реальных. Человек живет в Израиле вообще, насколько я знаю. Он не поленился, не поленился бы, приехал, сделал официальный аудит, еще что-то, нет, нужно жареное, даем жареное. Так, дальше что? Обвинили, что Легион это МММ 2.0, группа от дочки Мавроди. Дальше, прямым текстом, все ваши регистрации или гемитизация сегодня никого ни в чем не убеждают, типа Голдлайн и Рублик, и Древпром, тоже типа ООО, реальный бизнес по деревообработке и освобождении от долгов и другие хайпы и пирамиды научились прикрывать регистрациями не только в офшоре, но и в России, и Украине и так далее и тому подобное. Так, в чем проблема? Докажите ваше участие в торгах, причем с такой прибыльностью, сотрудничество с компаниями указанных стран и так далее, и тому подобное. Но, смотрите, сразу видно, что человек полностью некомпетентен. Опять он говорит, докажите ваше участие в торгах, причем с такой прибыльностью. Какое участие в торгах вообще? Каким образом это доказывается? Если мы занимались Форексом или мы торговали на фондовом рынке, программы частного размещения, вот Борис, наверное, уже говорил в записи вебинара, но неоднократно он говорил, и я говорил об этом. И та информация про программы частного размещения, которая есть в интернете, хоть это больше на помойку и свалку похоже, но тем не менее информация есть, она четко, всегда говорит о полной конфиденциальности этого рынка. Рынок, на который попасть очень трудно. Рынок с очень высокой доходностью. Рынок, на котором ФРС США решает свои финансовые проблемы по размещению долговых обязательств. Вы понимаете, какое здесь может быть раскрытие информации и показ реально работы. Тем более интерес инвестора, он не должен простираться дальше с заключенными договорами. Договор он заключается здесь в России с легионом. И все ответственность за его исполнение договора несет полностью легион. А что дальше с деньгами происходит? Мы, собственно говоря, так по мере сил пытаемся это объяснять. Вот Борис на вебинарах это делает, мы по мере возможности должны правильно понять нас. Мы не можем рассказывать все. У нас есть договор о необхождении договора о неразглашении в контракте, который длится три года после каждого контракта, которому мы вообще не можем не давать никакую информацию. Некоторые руководители приезжают нам в центральном офисе они видели контракт, они видели паспорт сделки, по которым деньги уходят за границу, причем не в офшор, а в реальный, в Евросоюз, в реальную компанию и там начинает работать. Поэтому, собственно говоря, Борис, я вот вам скинул сегодня последний паспорт сделки, да, он не на очень большую сумму, но тем не менее, Борис, если его покажете, не знаю, что будет видно, можете выложить. типовой паспорт сделки, ничего в нем такого нет, документ делается в онлайн-банке, то есть мы делаем это в ВТБ-24, собственно говоря, он заверяется электронной подписью валютного контроля, там еще вторая страничка есть Борис. То есть сумма небольшая, 50 миллионов, но тем не менее, показательно, что это действительно существует, сами понимаете, что паспорт сделки это такая вещь, которая полностью контролируется Центробанком и невыполнение условий паспорта сделки грозит большими страфами вплоть до уголовной ответственности. Если бы это был хайп, у нас был хайп, но это был перфект мани, наверное, да, или еще что-то, я в шора. Борис, там еще есть вторая страничка, наверное, да, но там особо ничего, наверное, не увидите, именно такого. Там дальше идут условия, также есть печать электронную. А Сбербанк делает паспорта сделки немножко по-другому, это на бумаге все с живой синей печатью. Я показываю вторую страничку, сейчас я ее тут увеличу. Но секретов никаких нет. Любой паспорт сделки можно проверить с экрана. Его можно проверить. Так же, как свидетельство регистрации собственности. вообще внутренний документ компании, который, ну, компания, ну, не показывает его никому. Сами понимаете, когда деньги ходят, деньги не маленькие, всегда вокруг слетаются мухи, как я их называю, которые мешают работать различными кознями и так далее. Ну, вы все большие, наверное, не мне вам говорить. Кто имеет уши, слышит, глаза имеет, тот видит все. Так, дальше, что пишут наши борцы с пирамидами, лохотронами, пишут о нас, о господах основателях этой компании особенно. И дают цитату, пока одну цитату, но больше, как вроде, наверное, в интернете не нашли, некая Гюльнара Седова. она говорит, я лично за такими, как Марков и Некрасов никуда и никогда не пойду. Вот это тот авторитет, мистер Белла, не знаю, Белла приемница СГБ Витязи, ну вот сейчас там главный практически самый человек. То есть пирамида строителя, это Белла, она приняла за авторитет, собственно говоря, который говорит, я лично за такими, как Марков и Некрасов никуда не пойду. Браво, миссис Белла, вниз было, как у вас там. Так, значит, что еще пишут интересного? А, пишут про договор, договор-то это филькина грамота и покруче видели, то есть было много компаний, которые делали договоры, но, друзья мои, какие могут быть еще гарантии в мире бизнеса, кроме договоров? К сожалению, страховые компании не страхуют договоры займов, это, к сожалению, если бы они страховались, то доходность упала очень сильно. Что еще? Я не знаю, кровью расписываться нужно, чем еще доказывать? Ну, что у нас в практике вообще бизнеса может быть, кроме договора? Чем мы можем скреплять наши взаимоотношения? Ну, если договор для кого-то филькина грамота, ну, не знаю. По-моему, наш договор очень открыт, он без приписок, он полностью защищает, прежде всего, интересы взаимодавца и, в последнюю очередь, интересы компании. Причем договор можно без всяких штрафных санкций расторгнуть в любой момент. И все, кто это делает, получают деньги очень спокойно, просто и быстро. Борис? Да, ну, может, мы перейдем к ответу на вопросы, я тогда поискал их, вот я начну, наверное, задавать вопросы, да, Евгений? Борис, ну, я понимаю, что... Борис, буквально еще пару раз скажу. Хорошо, давайте. Ну, просто абсурдно несколько это звучит, поймите, я не писатель детективов каких-то, чтобы это все там излагать, может быть, как-то очень детективно закручено, но, тем не менее, хочу все-таки абсурдность показать этих мышлений. Когда вот эта Белла пишет, я ей написал письмо, что активы есть у компании, соответственно, активами она может рассчитаться в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Но что она мне пишет, что активы это совершенно не главная цифра, важно иное, доказательство, что это активы образованы в результате хозяйственной и финансовой деятельности, а не только притока средств складчиков. Ну, по-моему, все само за себя говорит, но актив, он и есть актив. Понимаете, актив находится на компании, уставной капитал компании, он будет повышен на половину, если на полную сумму оценочной стоимости компании в следующем году. Если для кого-то активы компании не являются какой-то гарантией, что если компания вдруг закроется, то актив может быть продан, распродан или разработан, и, соответственно, инвесторы получат свои деньги обратно. Причем с исполнением всех обязанностей по проценту. всем известный форум проектов ММГП, если я правильно называю, то есть не фанат, я не любитель форумов, ходить по ним, смотреть, нужно работать, а не болтовнив заниматься, но тем не менее, тоже, оценка однозначно очередной, разводилого типа бизнес-клайф. Но не знаю, что там в бизнес-клайф происходит, происходило, сейчас происходит или нет. Ответ очень хороший одного из участников, он говорит, что в проекте нашем, хотя это не проект, наверное, в котором главное не дизайн на красивый личный кабинет, а люди его развивающие. Да, я согласен, у нас в компании, в компании очень хороший руководительский состав, но для чему идет все очень ровно. Нет ни одного человека, который бы что-то не получил, или его вопрос не был бы решен в регионе. Еще один такой охотник за сенсациями, который отправил даже свой аудит, это Михаил Арсланов, некий инвестиционный консультант. Ссылочку я кину, тоже можете посмотреть, не буду вас утомлять долгим описанием. Тоже человек наговорил, но мне очень понравился один из комментариев здравого человека, который, ну, видно, что не съедает все, что ему дают, а думает своей головой. Вот что он пишет прямо в блоге данного товарища, в комментариях. Здравствуйте, Михаил. Аудит или аудиторская проверка это процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской отчетности организации с целью выражения мнения о ее достоверности. Следует отличать виды аудита от финансовой отчетности. И он спрашивает, вы какой вид аудита делаете, делаете той или иной компанией? Я полагаю, чтобы сделать аудит, нужно досконально владеть информацией о деятельности компании. А для этого вы должны были бы быть допущены к финансовым и прочим документам консорциума. Иначе как вы можете сделать аудит? Или вы просто играете в аудиторство с аудиторией? Если так, тогда понятно, зачем вы себя так называете. Ну вот, честно говоря, по-моему, очень сирпающий ответ. Кому-то что-то показалось, кто-то что-то про все знает. Борис, давайте дальше продолжать, не буду больше занудствовать по поводу бреда всего, того, что говорят. Ну, понятно, понятно. Главная причина этого бреда, я думаю, просто не компетентность этих людей, нежелание погрузиться в тему до такой степени, чтобы реально ее освоить, хотя бы на том уровне, на котором им хочется. Ну, хорошо, я буду тогда задавать вопросы. в самый верх по справедливости. Я буду их читать, такие вот все фразы буду выбирать, чтобы не утруждать вас, Евгений, так и поделим наши обязанности. Я буду их выискивать и читать, а вы будете отвечать. Так, ну, здесь ох, вопросов. Я же, чтобы не обидеть, где-то я видел самый верхний вопрос. Я хочу взять кредит, Донцов, Евгений, я хочу взять кредит 500 тысяч, планирую разложить за 7 месяцев. С регионом это реально сделать? С регионом много чего реально сделать. Я думаю, вы знаете, вот Иисус Христос такой был персонаж, который говорил, что, ну, по плодам вы узнаете дерево, да, притча такая небольшая. Вот, не срывая там плоды хорошие, там, сухого дерева, ну, как-то так. Понимаете, все познается по плодам. Плоды легиона, я назвал, это выплаты, которые день в день, это работа с крупнейшими российскими банками, а не только российскими банками, да, если мы берем Евросоюз. Даже санкции Евросоюза, в принципе, на нас никак практически не влияют, да, то есть наша работа очень стабильна, соответственно, ну и карьерный рост. То есть, с регионом можно много что сделать. Дальше, Борис? Ну, хорошо, следующий вопрос. Можно, да, можно ли, Дмитрий Анатольевич пришел к нам, можно ли войти капиталом компании, госкомпании в легион? Честно говоря, не знаю. Договор возможен с юрлицом, это однозначно, но про госкомпанию, это должен знать наш специальный человек, а именно мой компанен, Александр Алексеевич Некрасов, в следующий раз он исчерпывающий ответит на этот вопрос. Ясно, следующий вопрос, задает его Максим Котов, Екатеринбург, что происходило с сайтом, будут ли доработки или лили змеи? Ну, он сам на этот вопрос отвечает, что происходило с сайтом, у нас сейчас уже с ним ничего не происходит. смотрите, с сайтом происходило, будут ли доработки и лили змеи? Кому-то хотелось подосить на сайт, как бы проверить на прочность, видимо, кому-то, ну, мешаем, или кто-то балуется. Прекрасно работает, обновление на сайте будет очень скоро. Сейчас мы взяли нового директора, который будет заниматься сайтом, сделать его очень живым. Дальше, Борис? Да, Ирина Бойцова, планируется ли понижение процентов и когда? Ну, вопрос на засыпку. На данный момент понижение процентов не планируется, но с течением времени оно будет однозначно. Объясняется тем, что процент очень серьезный сейчас, да, но поймите, компания тоже должна зарабатывать для того, чтобы развиваться. Сейчас, в данный момент система аккумулирования денег, она нелинейная, да, то есть мы деньги принимаем постоянно, а в трейд мы заходим там раз в месяц, ну, грубо говоря, да, и все остальное время инвесторы получают свою прибыль из нашего кошелька, кошелька компании. Вот и посчитайте. Соответственно, процент, я думаю, что он должен быть понижен, но до разумных пределов. Гузикова Вера, компания «Легион» за последнее время приобрела большие активы. Чьи деньги тратятся на приобретение этих активов? Поймите, активы дорогие, и если бы мы тратили все деньги на приобретение активов, чем бы мы платили людям проценты, причем огромные проценты, да, и платили хорошую зарплату руководительскому составу. Поймите, если использовать принцип пирамиды, в котором выплачивается за счет последующих, предыдущих, то пирамиды сами видите, сколько сейчас живут в данный момент. поэтому, если бы у нас не было подпит извне, если бы мы не работали там, где мы работаем, то, соответственно, ничего бы уже давно не было. И поймите, у пирамид активы, я думаю, что, ну вот, судя по тому, что было раньше, это первые три месяца, и все, дальше они начинают, не растет дальше актив, то есть, нужно же делать постоянно выплат. Дальше, Борис. Да, ну тут просто такое с многими, да, кстати, уважаемые дамы и господа, не забывайте ставить вопросительные знаки после своей фразы, иначе я буду считать, что это мнение, мнение у нас сейчас не рассматривается, рассматриваются вопросы и ответы на них. Вопрос, тут пять вопросительных знаков, Донцов, Евгений, проценты остаются неизменными, только что слышали вопрос. Проценты остаются неизменными, да, Алла Князева, всегда есть… Я просто Борис к тому говорю, что многие… Алла Князева, всегда есть… Борис, говорите, ладно. Да, просто звук немножко отстает, когда два спикера работают, немножко звук задерживается, и мне кажется, что уже кто-то что-то сказал, я начинаю говорить, а он, кажется, не закончил, но ничего. Всегда это возникает от неодинаковой скорости интернета, если бы она у нас была идентичной у нас с Евгением, то у нас глаза звучали бы параллельно, это мы уже проверяли. Итак, Алла Князева, всегда есть форс-мажор, который может теоретически быть у нас. Какой может быть теоретически быть у нас, инвесторов? Ну, форс-мажор действует непредалимой силы, Евгений. Я не знаю, какие форс-мажоры, если что касается финансовой группы или Берн, то мы риски как бы разложили все, сделали максимально защищенную нашу компанию во всех отношениях. Если что-то у нас в России даже произойдет, мы всегда сможем в Евросоюзе проводить нашу работу без проблем, без особых проблем. Может быть, подольше будут деньги немножко, но тем не менее, мы такие эксперименты уже проводили. если что-то в Евросоюзе происходит, мы можем в России работать. То есть, у нас есть площадки выхода на различные площадки, но не только европейские, но и сингапурские. Ну, много что есть, об этом можно долго говорить. Тем не менее, мы смотрим в будущее не только на сегодняшнее благосостояние, богаденство, но и на будущее возможные проблемы, стараемся их предотвращать заранее. Так, один господин с очень редкой фамилией Иванов задает следующий вопрос. Объединить можно много народу, а прибыль-то откуда? 178 процентов. Ну, вот на презентацию, видимо, не ходит. Как я просто только не пытаюсь объяснять об этом, все равно не понимает. Правильно, уже много раз сказано, даже интернет истрипит этой информации о том, что рынок приват-плейсинг-проком очень высокодоходный рынок. Очень высокодоходный рынок. Такая доходность не снилась ни Форексу, ни фондовому рынку. В силу ее специфики, которую, ну, объясняете в очередной раз, я думаю, что в интернете очень много информации посмотрите. Люди с путливым умом они из-за этого барахла все, что есть, они, в принципе, нужную информацию очень четко выцепляют, фильтруют и что-то понимают, делают правильный вывод. Сам принцип работы приват-плейсинг-проком он позволяет обеспечить такой высокий процент очень спокойно и уверенно. Другое дело, что не каждому дано туда попасть на этот рынок. Это очень большая удача, очень большая привилегия, очень серьезная работа. Так, следующий вопрос. Ну, тут вот опять вопросительный знак не поставлю. Галина Свистанова, Свистанова, успокойтесь, с регистрацией права, с регистрацией собственности все в порядке. Место рождения наше. Вернее, тех, кто является частным собственником консалтинговой фирмы Легион. Ну, со всеми вытекающими для нас взаимодавцев позитивными последствиями. Ну, я даже не буду, Евгений, этот вопрос передавать. Тут не вопрос, а полумнение такое. Так, Скажите, опять вопрос, не скажите, а государство может запретить юрлицам брать взаймы, не имея лицензии банка? Банки вот как скомятся. Да, это вопрос. Договоры займа, я не знаю, что должно произойти, чтобы государство запретило договоры займа. Потому, что в Европе и везде это очень совершенно обычная вещь. Не подлежит никакому сомнению. капитализм надо отменить, наверное, Евгений. Может быть. Капитализм надо отменить, вот тогда запретят договоры займа. Так, следующий вопрос. Выплаты ежемесячные на счет, спрашивает Дмитрий Медведев. Ну, я отвечу сам, Дмитрий Медведев. Да, выплаты ежемесячные на счет. Автоматически. Конечно. Да, выплаты ежемесячные. Скажите, пожалуйста, Легион вообще как таковой уже работал или нет? Разговоры идут, что якобы Легион уже в третий, ну, видимо, в третий раз, третье пришествие произошло. Что-то путаете. То есть, было сообщество некоторых частных инвесторов, да, когда мы смотрели, пробовали, так скажем, на зубок Private Placement программ, соответственно, что-то получився этого, мы решили двигаться дальше. Была учреждена вот эта консорциум финансовая группа Легионов, да, консорциум из нескольких компаний. До этого мы подобную деятельность не вели. Это заблуждение. Вы знаете, очень много Легионов, на самом деле. мы стали проверять. Понятно, вот и тема. На конференции в Анапе, даже в самой Анапе, есть ООО финансовая группа Легионов. Такая ОООшка. Ну, от этого никуда не уйдешь. Даже наш фирменный знак Легион на часах присутствует очень известного бренда. Жак Леман, наверное, знаете, да? Когда мы увидели, очень долго смеялись, но вроде как претензий к нам пока нет. Так же, как и у нас. Так, Мустафа Симферополя. Какой минимальный вход? Минимального входа нет, есть минимальная сумма заключения договора займа, есть минимальная сумма, которую вам разрешается согласно договору дать взаймы. В рублях это будет 35 тысяч, а если вы захотите дать взаймы в валюте, в долларах или в евро, то это будет тысяча, валютных единиц. Так, Галина Свистунова, непонятен вопрос, раз возродился, два, но что-то непонятно. Дальше, сегодняшние отношения России и США как влияют на деятельность Легиона? Ну, никак не влияют, Евгений, ваш комментарий. Ну, на самом деле не влияют, потому что санкции, ну, сами видите, что происходит с санкциями, да? Как Евросоюз потихонечку включает заднюю, с Америкой у нас прямых отношений нет, напрямую, да? Мы работаем с трейдами, лицензированными ФРС, Но пока никаких проблем я не вижу. В принципе, в будущем. Если нужно будет, чтобы в компаниях в Евросоюзе не фигурировали русские фамилии, учредители, мы сделаем так, чтобы никаких проблем у нас не было вообще. Так, дальше вопросов нет, вопросов нет, вопросов нет. Есть реальный офис, спрашивает Алекс М. Какой адрес в Москве? На сайте только фотографии бригадиров. Вот. Ну, смотрите, мы не идем по пути жесткого, формирования жесткого, жестких, точнее, жесткого условия открыть реальный офис на земле. Кто имеет эту возможность, у кого это получается, тот работает таким образом. Но многие работают в хоум офисе. В принципе, очень эффективная система работы, когда нет центрального офиса, но постоянно ориендуется какие-то помещения для проведения презентации, ну, соответственно, домашний офис для всей остальной бухгалтерии. Пока люди не перерастают это, они в принципе в хоум офисе спокойно работают и очень имеют хороший результат. Не вижу в этом ничего зазорного. А офисы, которые реально работают на земле, да, они на сайте все есть, пожалуйста. Приезжайте, смотрите, познакомьтесь с руководителем. Дмитрий Медведев задает вопрос. Офис в Ярославле, приедем из Москвы, назначим встречу. Правильно сделаете, я вот, мне было интересно это в месяце прошлого года. Я приехал, назначил встречу. А еще лучше приезжайте в Анапу. Да, отель Ривьера, клуб отелей Ривьера находится в Анапе, он один, любой поисковик даст вам координаты, приезжайте, начало в 16.00, в 19.00, сентября 2014 года. Это был ответ Дмитрию Медведеву и всем тем, кто аналогичные вопросы хочет задать. Кто является директором Легиона, говорит, спрашивает Иванов, не владелец, а именно директор? Директор Легиона? Да. Кто как-то похвакивает у меня, Борис, по-уфра, слышно, но если директора Легиона, как такового директора Легиона нет, потому что это консорциум. Я являюсь генеральным директором компании консалтинга, ООО, консалтинговая фирма Легион, Александр Алексеевич Некрасов является еще генеральным директором одной компании, которая входит в консорциум. Соответственно, также являюсь генеральным директором одной из компаний в Евросоюзе наших. По понятным причинам я не называю сейчас подробно эти компании, но поймите, работа в трейде это прежде в конфиденциальности. То, что мы рассказываем об этом, это уже грех, можно сказать, в какой-то смысле для площадок. Но мы вынуждены на это пойти, потому что мы не любим заигрывать с людьми. Изначально было предложение, ребят, но все равно не поверят, придумайте телегу какую-нибудь, это проще будет людям рассказать, и все равно придут. Мы от этой идеи отказались, потому что мы не хотим играть в такие игры, не имеет смысла, у нас серьезная компания, нам это не нужно. Особенно смешили предложения разных мониторингов о том, осветители, освещатели, как правильно называть, финпроектов, разведки, дать интервью там за деньги, чтобы они нас там распиарили посему интернета, но они так были посланы далеко в долг. Нам не нужно, в принципе, нас так все хорошо, без какой-то особой агрессивной рекламы. Александр Ярославль, земляк ваш, какие еще активы есть у общества с ограниченной ответственностью КФ Легион, кроме данного месторождения? Пока воздержусь, пока говорю то, что могу говорить. Думаю, с такой оценочной стоимостью в принципе неплохой актив. Уже только него достаточно. Ясно. Владислав Гайдукевич, уставный капитал может быть выведен за 10 минут, можно быстрее. Что он гарантирует? Юридический ликбез проводить наверное стоит ли? Входит ли это в цель брифинга сегодняшнего? Борис, это абсолютно правильное мнение компетентного человека. Сколько раз мы уже пытались доказать, что уставной капитал ничего абсолютно не значит. Уставным капиталом фирма отвечает перед учредителями и всего. Перед взаимодавцами компания может отвечать только своими активами. Но тем не менее для большего спокойствия уставной капитал компании будет серьезно увеличен со следующего года. Иванов, уставный капитал 10 тысяч рублей, но я думаю уж больше 1 миллиарда это точно будет из-за того, как он будет размещен как актив этот будет размещен в виде установки капитала. Ну хорошо, понятен. почему фигурирует фамилия Медведев так, это не то. Можно ли для пенсионеров оставить вход минимальный 10 тысяч рублей? Евгений, вопрос прямо вот. Вы знаете, мы любим всех и пытаемся помогать, максимально сделать, как я говорил, условия для инвестирования приемлемыми, доступными, но нужно понимать, что интересы компании, есть интересы компании, компания должна заботиться о своей безопасности, стабильности и устойчивости. Понимаете, 10-тысячные вклады, они являются на самом деле маленькими, но колоссально нагружает наш бухгалтерский аппарат и банковский аппарат. Банки, они не готовы работать с такими объемами, они готовы, им тяжело, они начинают скрипеть, начинаются какие-то проблемы, еще что-то. Понимаете, чтобы от этого идти, мы снижаем нагрузку, повышая порог входа, но понимаете, русские люди, они предприимчивы, не только русские, понимаете, можно очень просто вдвоем осилить эту сумму или втроем, скинувшись и заключить договор между собой некое соглашение. Спасибо. Ну и Институт предпринимательства, индивидуальное предпринимательство, если так можно сказать, образованное, такое вот образование в Легионе, не зря сделано, именно эту задачу она будет упрощать. Но следующий вопрос профессиональный достаточно. Александр Сазонов его задает. В каком банке ВИП-частник, ВИП-персона может иметь депозитный вклад? В каком банке он должен его, наверное, иметь? Так будет правильно звучать. Евгений? Смотрите, банк подходит любой, имеющий прямые коротношения с Евросоюзом, это раз. И второе, он должен вообще предлагать такую услугу выпуск депозитного сертификата. Вот если два условия соблюдены, есть очень большая вероятность, что вы по ЛИП-варианту можете спокойно сработать. Но, опять же, есть небольшие сложности из-за Украины в этом смысле. Если же ваши деньги в Евросоюзе находятся, и ваш банк это серьезный банк, лучше топовый банк, и, соответственно, конечно же, он предлагает услугу выпуска депозитного сертификата, вообще никаких проблем у вас возникнуть не должно по ВИП-предложению. Здесь вообще все под вашим полностью контролем. Ваш счет, ваш депозит. Уникальнейшее предложение, на самом деле. Конкретизирует вопрос. Спасибо, Евгений. Александр Сазонов конкретизирует вопрос, можно ли открыть депозитный счет в одном из филиалов банка Уралсим. Да вы зайдите и спросите, у них есть скоро отношения с какими-нибудь банками из Евросоюза. Это раз. И скажите, сможет ли этот банк выпустить такой продукт, как депозитный сертификат? Ну вот и все. Следующее. Для организации более серьезной работы с организациями менеджер может иметь на руках удостоверение менеджера. Договор менеджерский есть. Боже мой, мне кажется, нет проблем. Агентский договор, совершенно верно. Агентский сейчас выплачивается через индивидуальных предпринимателей, спрашивает Гузикова Вера, с удержанием 8%. Нужно еще свои налоги заплатить, и что остается? Ну, некоторые заблуждения, Вера. Евгений? Ну, заблуждение, заблуждение, действительно, вот это вопрос сотрудника компании, так понимаю. либо это агент, менеджер, обычно таких менеджеров, которые ходят на менеджерские планерки, такие вопросы не задают. Поэтому, приходите, пожалуйста, либо обращайтесь к своему руководителю, он подробно вам объяснит. Но, я вам скажу, что компания рекомендует платить налоги. Но налоговое бремя, вообще в целом, оно не такое огромное. Но, чтобы спать спокойно, никто вас не принуждает. Хотите платить, и хотите не платить. Так, звук пропадает, очень странно, у меня все, вроде, работает хорошо сейчас. Нормально, вроде как, слышно хорошо. Хорошо слышно. Вот, когда друг друга перебиваем плохо. Еще один вопрос, очень интересный. Геннадий Мунгалов задает вопрос. Деньги не просто так получает, поэтому они все разъяснения вам обязаны дать по данному вопросу. Геннадий Мунгалов, расскажите про расторжение договора с займом. Продолжайте, Борис. Ага, да, да. Расскажите про расторжение договора с займом. Какой процент удерживается? Геннадий Мунгалов. Повстречайтесь с человеком, который вам рекомендовал это участие в Легионе. Это ваш агент, потенциальный агент. Я не знаю, вы наш партнер или нет. Он вам покажет его, предъявит, даже если он сидит на другом конце земного шара. Интернет может все, давно уже эти границы порушены. И он вам покажет там ту, именно, статью договора, которая гласит о том, как может быть расторжен договор займа. Все там расписано черным по белому в том файле, в том электронном виде, который вы сможете спокойно увидеть в скайпе. Но если вы не владеете таким инструментом интернет, как скайп, даже таким не владеете, ну тогда, я думаю, Евгений ответит как-то на этот вопрос. Практически вы ничего не теряете, кроме того, что вы не имеете процента за тот месяц, в котором расторгаете договор, и вы ждете, ну обычно не ждете, да, мы предпочитаем выплачивать сразу, но по условиям договора у нас срок месяц вывода денег при досрочном расторжении. Вот и все. Никаких-то штрафных санкций у нас нет. Так, Александр Сазонов, в какой валюте должен быть открыт счет VIP-персоны? Любой. Спасибо. Далее, далее вопросительные знаки смотрю, смотрю. Валютные проценты, видимо, Дмитрий Медведев спрашивает, валютные тоже будут понижать? Валютные тоже будут понижать. Ну, друзья, положа руку на сердце, хотел сказать, сердце на руку, и даже 5% в месяц это очень большой доход, по сравнению с банковским процентом. Дмитрий Медведев, вот тут, конечно, Дмитрий Медведев вопрос задает, можно ли стать акционером Легиона? Да, конечно, можно будет, Дмитрий Медведев, в том случае, когда Легион станет акционерным обществом, выпустит на торги свои акции, да, 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 так, еще вопросы, а вот Елена, договор, который мы получаем в электронном виде, имеет юридическую силу или надо ждать в бумажном? Договор имеет полную юридическую силу, подписанный в электронном виде, соответствующие пункты, соответственно, эту информацию можно будет скоро посмотреть на сайте, где по закону это можно проверить, да, вы в любой момент можете заказать, либо в офисе прийти, вам, да, поставят, дадут реальный договор, с мокрой печатью, так называемой, либо вышлют из центрального офиса, поскольку региональные офисы имеют доверенность от компании, да, подписывать договоры и ставить печать, если вам нужна за моей подписью и печатью договор за моей подписью, центральный офис с удовольствием вам пришлет, никаких проблем в этом нет. Так, Владимир задает вопрос, очень такой глубокомысленный и он перекликается с некоторыми вещами. Так, Центробанк может запретить принимать деньги юрлицам от физических лиц, это я так перевожу, Владимир, массово без лицензии банковской, что вы будете делать? можно выйти из подъезда камень на голову упадет, не дай бог, кирпич или еще что-то, машина может убить, не дай бог, можно чемодан с деньгами найти, понимаете, такие вещи гипотетические, очень трудно в сегодняшнем обществе представить, что Центробанк взял и запретил по договору займа принимать деньги, очень странно и с трудом вы поверите, нет никаких оснований для этого, договор займа совершенно обычный нормальный договор, не несет в себе никаких мошеннических действий, причем есть у него интересная особенность, что он не является деятельностью, в этом случае есть небольшие претензии, как бы, может быть, аналогов, но тем не менее, абсолютно законно легально, но о лицензии, понимаете, не те у нас обороты, тем более, мы стараемся разбивать обороты по компаниям наши, финансовые потоки разводить, поэтому не такие мы сейчас еще заметны в финансовом рынке, в банковском секторе, поэтому все очень спокойно сейчас, тем более, с банками, слава Богу, у нас полное взаимопонимание на данный момент. Донцов Евгений, то есть, можно взять в кредит 500 тысяч и погасить за 7 месяцев с легионом, это серьезный вопрос, так как кредит в берез, но в общем, вопросов-то тут нет, просто вопросительные знаки стоят. Да, все нормально, если у вас есть вопросы, Донцов Евгений, то все они имеют положительные, позитивные для вас ответы. Все это можно, но ваши расчеты, это ваши расчеты. Далее, какое количество инвесторов на сегодня в легионе? я бы не советовал никому брать кредиты, потому что всякое бывает в жизни, я не говорю сейчас про регион или еще что-то, но когда ты берешь кредит, ты в некую заподнющину попадаешь в себя, загоняешь в некие обязательства, которые не всегда в состоянии выполнены по разным причинам. Поэтому не рекомендую, но если нет другого выхода, как-то стартануть, но почему бы нет. мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы защитить ваши инвестиции по всем статьям. Какой еще, Борис, был вопрос? Какое количество инвесторов на сегодня в легионе? Елена Рут задает его. Мы не берем пустые регистрации, которых тьма, которые думают, размышляют, еще что-то. Мы берем реальные договоры. Договоры. Спасибо. Елена, можно ли привлекать юрлица или это нежелательно? совершенно спокойно привлекать юрлица. Договоры займа между юридическими лицами абсолютно нормальная вещь. Абсолютно легальная. Спасибо. Машкова Наталья, с событиями на Украине могут повлиять на деятельность легиона? В какой-то степени они могут усложнить жизнь легиона. Путь денег может быть более извилистым, но в основе не может повлиять. Могут быть небольшие трудности по ВИП-предложению из России непосредственно. Но глобально нам ничего не угрожает. Кстати, Борис, я видел там вопрос, интересное такое мнение, это было о том, что те, кто работает на площадке, консультировались, с теми, точнее, кто работает, по поводу методов работы легиона, были там слегка шокированы или что-то такое. Было такой вопрос, где-то мелькнул? Я правда не обратил внимание. Может повторите, скопируйте вставки. С точки зрения площадки, на самом деле, мы очень дико действуем, игроломно и вообще просто. Вы понимаете, когда каждое ноу-хау, понимаете, единственное в своем роли, у кого-то. Кто-то начинает так действовать, у него получается приют по-народному, и все нормально. Другой начнет так делать, у него не получится. Вот это как бы наше ноу-хау, это наша наработка, это наша удача, это наша кропотливая работа. Поэтому нормально работаем. Много очень опасностей, и открыто то, что мы говорим про трейд, пытаемся финансовую грамотность поделать. Но тем не менее, у нас сейчас все хорошо, у нас серьезные партнеры. Сейчас у региона есть определенное имя. Несмотря на все эти мифы, которые бродят, очень серьезные инвесторы приходят, это директора заводов, это госслужащие высокого рана. Завязываются интересные связи, в хорошем смысле этого слова, для дальнейшего развития производства, строительства, разработки недр, в том числе, контакты с Китаем, контакты в Европе. Много чего. Работа идет очень полноценно, очень бурно. Жалко, что спать нужно. Организм требуется так, было шел. Так, Владимир Петров задает вопрос, зачем нужны физлица, если в банке дешевле кредит взять? Я так понимаю, Владимир взял регион кредит в банке большой, отвез его на приват плейсм программ и получил прибыль. Зачем разводить эту канитель? Очень интересный вопрос. Спасибо вам за него, Евгений. Вопрос очень интересный, но нужно немножко понимать, как дают банки, подо что дают банки кредиты, с каким процентом, с какими обязательствами, с какими залогами. И придя в банк в начале своей деятельности сказать, дайте нам пожалуйста, ну, миллионов, троечку, евро и доллар. что вам банк скажет на это? Молодой компанией, которая недавно начала работать, что вам банк скажет? Вы наверное представляете, что вам банк скажет? Поэтому нужен был регион, но это не самое главное, главная структура, которая растет, развивается, да, это сеть офисов серьезная, которая дальше, она может в бизнесе прекрасно работать, не только с инвестициями заниматься, планов громадье, понимаете, сейчас занимаемся самым выгодным, что приносит самый максимальный доход. Сейчас количество руководителей офиса будет увеличиваться генетическая прогрессия, я у меня тут чувствую, то есть сеть будет очень большая глобальная, так что у кого есть еще раз скажу, да, талант к этому, желание, пожалуйста, включайтесь в работу, пусть даже без собственных личных инвестиций, но перспектива очень серьезная, очень серьезная и надолго. даже такой небольшой инсайд из компании из недр, компания подумывает сейчас о приобретении банков, вот такая новость, не путайте там с мавробанками всякими, с этой глупостью, кооперативными банками, полноценный банк, который может заниматься и международными операциями, и всей банковской темой. Вот такие есть планы. Отлично, спасибо. Антонина, видимо, она проживает в Беларуси. С каким платежной системой работает в Беларуси? Вообще, Легион работает только лишь системой банковских переводов. Евгений, может есть дополнительный комментарий? Комментарий есть, понимаете, сложно работать, платежная система электронной неиспользуемой, это невыгодно, потому что очень большие на входе, на выходе комиссии. Мы в исключительных случаях разрешаем ответственным руководителям офисов пользоваться переводами золотой короны, то есть через себя это пропускать, но массово это делать очень тяжело, ищем варианты решений, да, сейчас попробуем с Украиной по Сбербанку, где-то возможно как-то работать с Беларуей, ну, прорабатываем, разрабатываем постепенные варианты, просматриваем, как это можно сделать, но не просто. Если у вас есть предложение по этому поводу, пожалуйста, с удовольствием выслушаем. Будем благодарны, если что-то посоветовать, очень хорошая такую хорошую систему, как можно работать со СМГ. Кто-то пишет сам внизу ни на один вопрос не озвучили ответ. Евгений спрашивает. Какой вопрос, не знаю, Борис, не задаете его, наверное, вопрос Евгения. Евгения задавал вроде. Посмотрим еще в конце, пройдемся по всем вопросам. Артем, не вечеря. Так откуда берутся проценты? Вот так вот. Приходите на презентацию, расскажу, Артем. Ну, может, Евгения расскажет вам как-то в трех словах, хотя вроде бы уже рассказал. Все очень просто. Евгения? Просто печатаем ночами. Все. Тут секретов никаких нет. Никому не говорить. Нормально. Артем, вы наш партнер, вы наш партнер, вы инвестор. Так что вообще деньги все, прибавочная стоимость в эпоху капитализма вся берется на рынках от продажи и покупки продукта. Именно так работают деньги легиона. Деньги выводятся на рынок, на рынке продается и покупается продукт, финансовый продукт. И деньги берутся от того самого господина трейдера, у которого этих денег очень много, потому что он очень высокодоходная такая клановая трейдера приходите на презентациях. Трейдер выкладет деньги себе в карман, но он решает более глобально высокого уровня проблемы с помощью этих денег. Поскольку у нас есть ФРС дарить возможность в этом смысле, мы будем ее использовать. Дайте официальный сайт Легиона. Руслан Игоревич взывает к нам, чтобы не торкнулся на фейки. Господи. Тройной W . Legion FG . Вот и все. Это официальный сайт. Напишу я, Борис, сайт, которая нет, это есть наш региональный сайт, региональных офисов, например, чтобы не было какой-то испуга, потому что некоторые видят сайт, который раньше прославлял, может быть, какие-то проекты, и сейчас этот сайт переделан на нашу волну, и люди начинают теряться в догадках, что же это такое, почему так получается. Скажу вам просто, что руководители, которые искали возможность зарабатывать, очень часто становились жертвами, заложниками, плохо проектов. Сейчас у них появилась прекрасная возможность работать в нормальном проекте, не проекте, в нормальной компании, соответственно, реабилитироваться перед своими инвесторами предыдущими, которых они завели, так скажем, очень плохие последствия. Возможность реабилитироваться и возможность легально по-белому работать. Почему мы должны этим людям отказывать? Тем более работают они, стараются очень серьезно, чтобы те свои ошибки загладить. Соответственно, и сами они пострадали немало от таких проектов. Вот поэтому некоторые сайты, может быть, с какой-то славой еще идут, небольшой, но тем не менее, работают они сейчас на благо легиона. так, спасибо. Галина Краснокаменская, на ваш взгляд, войти в легион выгоднее с какой валютой? Вот я не знаю, а вы, Евгений? Ну, сейчас ситуация видите такая интересная, с долларом и с евро, то есть, где-то опять рост. Не знаю, мне кажется, в рублях все-таки еще интереснее. Высокий процент, он покрывает некоторые росты курса вазы сейчас на данный момент. Долгосрочно может быть, ну, трудно здесь анализировать, каждый раз смотришь, у нас аналитики говорят, ну, разные вещи. То есть, вроде говорили, что удержит там курс доллара, но он все равно вырос, кто-то говорил, что будет бешеная скачет, девальвация рубля, ничего не происходит опять, не трудно сказать, но время неспокойное, так скажем. Понятно, спасибо. Алекс М. задает вопрос, куда прийти для подписания договора? Я уже инвестирую, раз офиса нет. Ну, обратитесь к вашему агенту, да он вам расскажет, каким образом сделать так, чтобы на вашем столе, в вашей квартире лежал договор, подписанный первым лицом той компании, с которой подписали договор займа. обратитесь к агенту, который вам, ваш первый информационный носитель. Когда презентация в Анапе? У нас Андрей Слепов. Повторюсь еще раз, наша конференция, подсвященная годовщине работы в интернете компании, состоится 19 сентября, ориентировочное начало в 15 или 16 часов, сейчас время уточняется, но приблизительно так. милости просим. Погода будет хорошая, бахнет сезон, думаю, много чего интересного вы узнаете и увидите. Приличная встреча. Спасибо. Микава Елена Сочи, можно ли стать соучредителем Легиона? Соучредителем Легиона? Думаю, что нельзя стать соучредителем Легиона. Обязательно нам нет необходимости соучредителем. Зайти в трейд как партнер мы вам с удовольствием поможем. Если у вас Давид предложение затягивает, немножко сгруппируем вас с кем-нибудь, у кого тоже не хватает, либо вы можете через нас обработать, либо если нужная сумма находится, поможем с удовольствием, не безвозмездно конечно отработать в трейде, вам лично Донцов Евгений вот говорю Евгений не отвечает на вопрос вот Донцов Евгений если я возьму кредит в банке на 500 тысяч мне нужно будет отдать при помощи Легиона разложите вопрос пожалуйста о боже но под какой процент брать если в микрофинансе брать 500 тысяч ну наверное Легиона может быть не хватит не знаю Борис ответьте пожалуйста на этот вопрос как наш маркетолог информационный представитель компании приходите на презентацию приходите на презентацию задавайте этот вопрос там у меня будет времени и актуальность будет близка к той которая будет предполагать в ответ на ваш вопрос некоторые так делают некоторые так не делают и простой подсчет показывает то что банковский процент ни за что не догонит процент Легиона поэтому принимайте решение сами оценка рисков это и есть ваша прямая обязанность хотите вы заставить деньги работать именно таким образом рискните не хотите заставить деньги работать именно таким образом не рискуйте все зависит от конкретного человека умение оценивать риски это самое главное фундаментальное умение инвестора но если считать что займодавец является в достаточной степени приближенности инвестором то это так так сколько времени Елена из Липецка спрашивает такой простите предыдущий вопрос так Евгений будет ли изменение процентов да Евгений вот Ирина делает запись будьте добры прибавьте микрофон внизу немножечко прибавьте микрофон внизу там где ползуночек потому что слабенький звук хорошо ну а я пока ищу тот вопрос вот Евгений наверное этот Евгений говорил что не ответили на его вопрос ни разу будет ли изменение процентов ответ на этот вопрос уже был на данный момент изменение процентов планируется ну все спасибо имеется ли лицензия на финансовую деятельность региона не знаю даже как ответить 100-й раз на этот вопрос финансовая деятельность мы не являемся инвестиционной компанией нам не нужна лицензия консорциум сам по себе не является какой-то это не холдинг или еще какое-то объединение соответственно все лицензии которые нам нужны например в наш консорциум входит микрофинанс организации участник региона неоднократно видели те документы которые подтверждают подтверждение на сайте центробанка о том что мы имеем право заниматься данным видом деятельств соответственно если бы мы были инвестиционная компания или управляющая компания мы должны были получать лицензию определенную на данном моменте для заключения договора взаима с юридическим и физическим лицем лицензия не нужна по закону что дает нам очень хорошую возможность давать высокий процент понимаете если бы была лицензированная наша деятельность то процент был бы гораздо меньше Евгению спасибо Евгению был дан ответ на его вопрос будет ли изменение процентов этот ответ наверное услышала Оксана Шведова и поэтому ее вопрос сейчас потерял актуальность она услышала правильный ответ на этот вопрос Елена Липец сколько времени будет использоваться возможность работы на рынке приват плейсмент программ есть сроки соглашения с трейдером вы знаете у нас очень хорошее отношение с трейдером и у нас поймите не один канал по работе ведь программы они идут постоянно и предложения разные и условия разные как такового не может быть контракта с трейдером на очень долгосрочную работу на годы вперед но грамотное правильное поведение нас как инвесторов на площадке легиона то есть мы тут партнер на которого трейдер может спокойно положиться мы понимаем что мы не выкинем никакого коленца не созадим какую-то ситуацию неудобную для него поэтому с нами приятно ему работать и соответственно программа нам предлагает стабильно постоянную программу хорошую в этом секрет нормального благоверенного сотрудничества но еще нужно понимать что нормальные партнеры как мы бойцы легиона их тоже ну как бы не очень много а для трейдеров это очень важно поэтому полвека больше чем полвека работает этот рынок данный я не вижу каких-то сейчас глобальных изменений в экономике чтобы каким-то образом этот рынок перестал функционировать так Ольга а можно будет получить презентацию на английском языке для работы с иностранными гражданами интересное предложение нужно будет обдумать вопрос и почему бы нет почему бы нет потому что инвесторы у нас из разных стран есть Канада Испания Греция ну много стран что перечислять Владимир Петров у вас несколько юридических лиц каким именно заключается договор ну ответ я отвечу Евгений на этот вопрос конечно в рублевом эквиваленте договор заключается в рублевом исчислении заключается с консалтинговой фирмой легион договор займа в валюте дочерняя компания из Евросоюза выступает контрагентом по этому договору и в отдельных случаях договор заключается в том случае если сумма достаточно высокая но не 3 миллиона долларов как у випперсоны договор заключается с третьим юридическим лицом с российской компанией текстурой девелопмент БК такой ответ так что все зависит от вашего выбора какую сумму и в какой валюте вы хотите инвестировать и поэтому вашим контрагентом будет одно второе либо третье юридическое лицо выплату Иванов выплату процентов можете производить на европейский банковский счет да далее Тамара Соснович Евгений Владимирович огромное спасибо вам за замечательный проект жить стало намного интереснее Евгений Ну Тамара спасибо большое приятно всегда слушать хорошие отзывы тем более отзывы с Украины очень печально что такая ситуация сейчас происходит и очень желаем вам скорейшего ее разрешения как можно быстрее как можно лучше для простых жителей Иванов как стать представителем в своем городе когда и где будет презентация презентация проходит у нас в интернете по вторникам средам и четвергам как стать представителем в своем городе на соответствии стандартном предприятии об этом лучше и подробнее и короче наверное расскажет Евгений Евгений Есть определенные стандарты работы во первых надо понимать что вам нужно и как далеко вы готовы зайти для начала все без исключения работают агентами какое-то время далее при успешном успешной работе выполнение некоторых нормативов соответственно желанию человек может стать менеджером уже отвечать и координировать группу агентов соответственно если дальше у него все получается прекрасно он соответствует опять же стандартам компаний у него есть четкий как я это называю бизнес-план видение что он хочет делать как он может делать соответственно мы смотрим можем ли мы работать с этим человеком как компания есть очень большой шанс стать руководителем офиса но это то что касается карьеры а представителем в своем городе не являясь руководителем офиса можно стать очень просто но на свой страх и иск скажем Елена спасибо Легиону от имени одного из руководителей филиалов Легиона говорю вам пожалуйста Лен Алла Князева спасибо большое за слаженную работу видимо нашу с Евгением слаженную работу пожалуйста Салева Татьяна не слышно так а будет возвращение вклада до 10 тысяч Иван да будет Борис неправильно ответил на вопрос будет возвращение вклада до 10 тысяч не будет пока да я не разобрался в вопросе да прошу прощения но вклада 10 тысяч рублей пока не будет очень велика поверьте хотелось бы сделать очень много было сломано как это правильно говорить копий по поводу того чтобы делать или не делать очень переживали пожилые наши руководители подразделения каких-то да заботились о пенсионерах но в цели безопасности стабильности компании это было сделано ни по каким другим причинам так дальше Майя Иголкина опять тот же самый вопрос когда будет возрождение вклада 10 тысяч рублей дальше отправлены 29 июля нет они возвращаются потихонечку все зависит от руководителей как они оперативно предоставляют информацию в бухгалтерию по тем вкладам которые не успели к сроку да то есть когда они были отменены то есть вы можете за счет насчет этих вкладов не волноваться но попинывать своих вышестоящих тех людей которые за вас отвечают будто агент менеджер руководитель офиса они за это получают деньги так что их теребите соответственно пусть они подают информацию деньги вам будут возвращены раз уж зашла вклада самый страшный большой бич это неправильное заполнение реквизитов то что просто насилует нашу бухгалтерию когда они пишут люди что это перевод без НДС еще много всяких интересных вещей пишут в назначении платежа или марков пишут дедушки на деревне все что угодно понимаете это честно настоящее изнасилование бухгалтерии поэтому друзья наши инвесторы которые здесь присутствуют пожалуйста внимательнейшим образом заполняйте банковские реквизиты мы работаем по белому для нас это очень все важно если вы вдруг забудете написать что без НДС это перевод то придется с вас НДС удерживать либо возвращать а представьте платежей таких неправильных приходит очень много и какая-то огромная колоссальная нагрузка получается на банк и на бухгалтерию так вот чтобы было все стабильно и быстро будьте внимательнее пожалуйста очень вас прошу так спасибо Надежда Гавриш как долго мы можем быть в легионе Евгений знаете мы не планируем каким-то образом сворачивать свою деятельность или изменять мы идем по пути стабильности то что стабильной безопасности безопаснее выгоднее для компаний соответственно для инвесторов но мы в принципе туда и движемся я надеюсь что мы будем работать я в этом уверен очень долго и плодотворно вместе получая взаимную выгоду так спасибо Людмила Попова спасибо что вы есть не было бы нас не было бы вас не было бы вас не было бы нас Людмила Елена если проценты переводятся за границу то надо ли платить налоги что касается деньги переводятся за границу немножко не понял суть вопроса то есть если у вас вклад в валюте за границей соответственно они вам возвращаются это все равно ваш доход если же вы получаете деньги на счет в Евросоюзе где-то то соответственно в принципе это тоже ваш доход и каким образом вы будете перед властями перед налоговой выглядеть это уже как бы ваше дело налоги в принципе платить нужно всегда и везде ну кто-то платит кто-то бегает это ваше решение Ольга задает вопрос компания планирует проведение профессионального обучения агентов и менеджеров чтобы повысить сервис обложивание клиентов Ольга планируем много чего планируем но не хватает времени и ресурсов а компания развивается очень стремительно действительно очень стремительно и сейчас образуется слава богу отдел то есть отдел кадров полноценные бухгалтерия развивается отдел информационный то есть растем строимся соответственно я думаю уже к конференции много чего будет нового интересного изменится в лучшую сторону организации работы соответственно тренинги конечно планируем дай бог времени хорошо бы не спать но вот не получается растите кадры растите кадры приглашайте таланты людей которым можно делегировать что-то ответственных людей потому что очень часто бывает поручаешь что-то сделать думаешь лучше бы сам сделал так Галина Краснокаменск спасибо за ответ все стало еще интереснее пожалуйста Лина Петр Буйнак уважаемый ведущий ваши диалоги накладываются друг на друга знаем Петр ну что же делать я думаю что 95% всего сказанного было понято всеми присутствующими Руслан Игоревич вклад 10 тысяч сделать ли для пенсионеров и студентов был уже рассказ о том почему это технически ну просто физически невозможно сейчас это я ответил Руслану Матрёнина Елена Тихорецк мне вернули в мой так это понятно поздравляю хорошо Людмила Сальск так это не не вопрос это мнение Валерий Почекуев очень полный ответ но друзья очень много инфа на вебинарах спасибо да конечно Б Б посоветуйте пожалуйста как грамотно застраховать сумму давая ему взайм легиона по договору возможно ли это поделитесь информацией ну да конечно мы все хотим чтобы проценты были примерно такие как в легионе и чтобы вклады были застрахованы примерно как допустим Звербанк России но Евгений Борис уже практически ответил собственно говоря на этот вопрос ни разу я не слышал что договоры взайма страховали страховой компании если вы найдете такую страховую компанию вы нам скажите пожалуйста мы можем быть с удовольствием воспользоваться ее услугой Валерий спасибо Валерий Омск ответьте про налогообложения участников легиона участниками являются агенты и взаимодавцы инвесторы менеджеры руководители вы знаете скажу вам правду не занимаюсь я налогообложением и этими цифрами досконально то есть Борис если есть точная информация я сейчас боюсь просто наподать или сказать неправильно поэтому у нас есть бухгалтер у нас есть юрист которые на следующем брифинге очень подробно могут осветить эту тему допустим посвятим следующий брифинг налогообложению налогообложению пригласим нашего ведущего финансового работника который как отчина знает все основные положения налогового кодекса и исходя из этого будем формировать ответы на ваши вопросы уважаемые дамы и господа но с налоговым обложением все в порядке и налоги надо платить потому что они возникают тогда когда возникает доход так далее вопросы салева татьяна 21 08 13 21 08 15 даты начала работы легиона и его завершения это наверное какое-то пророчество да видимо ясновидящий кто-то вам дал ответ на такой вопрос вы его передаете сюда ну что это мнение этого самого ясновидящего козырьян вачаган с чем связано понижение процентов ну был ответ неоднократно в процессе нашего брифинга на этот вопрос и Донцов Евгений я вернусь к этому вопросу разжуем ну возвращайтесь какому вопросу хотите вообще этот вопрос уже начинает заканчиваться или заканчивает начинаться как правильно сказать что-то они уже не так резво появляются а вот будет ли информация о закрытом клубе О Б Б задает этот вопрос интересный вопрос о закрытом клубе знать бы что за закрытый клуб еще вот но скажу вам что некоторые из наших офисов будут работать скоро автономно да то есть мини регионы сами в себе то есть для них этот вариант интересный но полностью целиком полностью поддерживаем что может в этом случае иметь руководитель данного офиса он свободно может выбирать процент он соединит свой корпоративный сайт и свою структуру но соответственно все равно деньги будут проходить и инвестироваться через главную компанию ну может быть об одном из таких офисов и закрытых клубах идет речь я не знаю честно Сергей Иванов был вопрос о переходе из общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество или в открытое акционерное общество пока никуда не было ответа пока никуда не переходим ни в ЗАО ни в ОАО пожалуйста Сергей Иванов напомните вашу почту хотя она у меня есть наверное я подробно вам напишу когда мы что-то подобное не будем делать в первую очередь это шутка Андрей Слепов до встречи в Анапе ну что уважаемые дамы и господа вопрос появился опять есть ли критическая масса инвесторов или денежная масса которую способен принять легион это рассуждение наверное такое пермедальное ББ задает такой вопрос если критическая масса инвесторов денежной массы которую способен принять легион Борис отвечу на этот вопрос но какая может быть критическая масса по большому счету здесь если мы все-таки откроем свой банк или приобретем банк то у нас вообще решатся очень многие проблемы связанные с движением денежных средств многие ограничения будут сняты и тогда в принципе мы можем очень большие суммы переварить очень большие потому что на площадке триллионы долларов проходят ежемесячно поэтому что им наши семечки которые мы им подкинуваем Марков Евгений это кто даже затрудняюсь следить на этот вопрос Борис кто такой Марков Евгений Автор владелец этого голоса который только что передо мной звучал Евгений Марков руководитель основатель идейный вдохновитель движения которое называется финансовая группа Легион цель этого движения высокодоходные инвестиции малорисковые высоконадежные движение это продолжается уже практически один год продолжается успешно вот Евгений Марков сегодня проводит брифинг ответы на ваши вопросы на все вопросы почти ответил остался только вот один вопрос который задает Сергей Иванов у нас два Иванова один Сергей один просто Иванов когда проверяли Легион в Сберии и ВТБ разве не возникало вопроса вот такой вопроса касательно фактического адреса Легиона не понимаю какой там мог возникнуть вопрос если в учредительных документах написан юридический адрес Легиона который сейчас должен соподать с фактическим знаю в чем здесь вопрос вопросы теряет качество понемножку так Микава Елена Сочи я работаю с Самарским казначейством я учредитель строительного холдинга есть интересные предложения с кем можно поговорить ну у нас здесь я думаю что для Елены было бы очень удобно для Елены удобно было бы поговорить в Анапе например лично либо же в любой момент пожалуйста пишите на корпоративную почту или добавляйтесь в скайп поговорим с удовольствием все контакты есть на сайте официально регионы Наверное, все-таки еще на пару вопросов ответим, Евгений, да, мы уже в эфире 1 час 35 минут. На пару вопросов ответим, остальное оставим на следующий брифинг, который, я думаю, будет проводиться, да? Так, хочется спросить, кто такой ББ? Да, скажу вам честно, я считаю свой уровень финансовый грамотный, я считаю свой уровень финансового грамотности низким, поскольку, к сожалению, в свое время я не получил образование в банковской сфере для финансов, да, и вот этот, так скажем, университет для меня, институт, получаю из практических знаний, которых в начале моей деятельности было очень мало, и то, что мы вот так смело вошли в этот бизнес, был определенный риск в этом, но тем не менее, слава Богу, все это получилось, и уже приходится привлекать здание, так скажем, по ходу делать. Но опять же, у профессионалов этого рынка я считаю, что у меня уровень очень низкий, очень знаний. Будем учиться вместе с вами. Ну что, заканчиваем тогда, Евгений, с вашего позволения, заканчиваю нашу информационную встречу, потому что нас уже осталось 182, было до 230-240 участников. Это очень замечательно просто, что собрался такой довольно-таки большой состав участников. Движение легиона продолжается, как вот гласит восточная пословица «Собаки лают», а караван идет. Про то, как лают собаки, мы уже сегодня рассказали, но я, может, образно немножко выражаюсь. Но бывают, конечно, мнения очень и очень даже не квалифицированные, непрофессиональные. Мы, Евгений, вначале в самом постарался ответить на эти мнения. Затем мы ответили на ваши вопросы. Я говорю «мы», потому что на некоторые вопросы пришлось отвечать мне. И большое спасибо Игорю Владимировичу за то, что он принял участие. Очень напряженные такие горячие деньки в легионе. Кроме текучки, которая и была, есть и будет, наверное, еще некоторое время для первых руководителей. Еще и добавилась годовщина консорциума, годовщина финансовой группы, которая подготовка сейчас в полном разгаре. Анапа, 19-20, 21 сентября, 16.00, 19-го числа начала в конференц-зале отеля «Ривьера». Все те, кто изъявил желание, те, кто являются партнерами компании, уже в списке практически поданы. Ну а те, кто захочет участвовать экспромтом, ну рассчитывайте на удачу. Хватит, если вам места в этом конференц-зале. Мы не можем же такие бездонные залы арендовать, потому что совершенно точно не знаем, кто будет заинтересован. Я поздравляю всех присутствующих на данном брифинге, потому что вы сегодня обрели такой более повышенный статус информационного носителя. Я желаю вам делиться теми ценностями, которыми мы с вами делились с Евгением сегодня. Я в формате записи делал это в самом начале. Желаю вам разносить эту информацию, тем более, что «Легион» делает это совершенно не бесплатным мероприятием, поскольку всем есть место в «Легионе», как тем, кто хочет трудоустроить на работу свои деньги, причем высоконадежно, высокодоходно, так и тем, у кого еще нет капиталов, либо капиталы имеют малый еще размер. Всем спасибо за ваше время, за ваши благодарности. Прощаемся с вами до следующего объявления отдела информации и маркетинга. Следите за информацией, будьте в социальных сетях, будьте в интернете и следите за нашими чатами. С вами были Евгений Марков и Борис Пагаев. – Борис, я тоже хотел поблагодарить всех, кто нашел время. – Да, время это прошло не зря. И хочу еще раз вам сказать, не верьте прямо всему тому, что говорят в интернете, часто и по телевидению, всегда включайте разум и воспринимайте информацию именно через призму своего разума, подумав хорошенько. Потому что очень много сейчас в интернете, к сожалению, шавки, как они, как они, правильно, которые лают на то, чего не знают абсолютно. И их, вот эти опусы, они не подразумевают даже ответа на него. Понимаете, они вот есть, вот сказали и все. И вверх. Или как это правильно говорить. Ладно, всем всего доброго, всем хороших доходов с Легионом, здоровья и остаток лета уже небольшой. Всем догулять, отдохнуть, кто не догулял. И ждем вас в Анапе всех с удовольствием. Всего доброго.